Врачи настоятельно призывают жителей района не заниматься самолечением и при выявлении незначительных симптомов ОРВИ обращаться в медучреждение. По словам специалистов, вакцинированные пациенты поступают в больницу чаще всего с легкой формой болезни, не попадают в реанимацию. Уровень вакцинации от COVID в районе составляет уже больше 50% от плана, при этом многие уже переболели. Но заболеваемость повсеместно растет, как и смертность. В чем причина? Об этом нам рассказал исполняющий обязанности заведующего отделением терапии Олег Михеев. Хотелось бы сказать относительно этой новой волны, это уже не первая волна, мы, наверное, переживаем уже четвертую по счету, что в данном случае речь идет, конечно, о более серьезном заболевании, хотя, по сути, COVID вроде тоже самый у нас вирус, но течение болезни происходит серьезнее и осложнение после этого заболевания тоже серьезнее. Имеется в виду, что укоротился, во-первых, период между началом заболевания и течением его проявлениями. Если в первую волну это было, то буквально несколько дней могло это занимать, 3-4, даже больше дня, то сегодня мы смотрим, что те пациенты, которые у нас обращаются к нам на этапе даже амбулаторном, что называется в прямом смысле этого слова, становятся тяжелыми уже через несколько часов, к сожалению. Как отмечают стационары, в которые в последующем эти пациенты попадают, что лечение нетипичное в данной ситуации. Это имеется в виду, что те средства, которые помогали в первую волну и более дешевая, так сказать, менее дорогая терапия, она становится в последнее время неэффективной. И для того, чтобы пациентов сделать, вернуть им здоровье и функциональность, вернуть, что называется, в прямом смысле этого слова, к жизни, то приходится тратить более значимые и значительные усилия и финансово в плане, и ресурсы медицинские, и людские, и так далее, и так далее. Поэтому, то есть, другими словами, можно сказать, что этот вирус стал более серьезнее, более опасен для пациентов, в первую очередь. Хотелось бы еще сказать с точки зрения участкового терапевта, что терапевтическая служба, она в связи именно со сложностями этого заболевания, с его более тяжелым течением, она испытывает более сильное напряжение из-за более короткого периода и так далее. Как нам докладывают и говорят стационару, когда в последующем попадают данные пациенты, что лечение, какое действовало в первую волну, менее дорогое, оно же неэффективное. Приходится тратить и затрачивать более существенные ресурсы, и материальные, и человеческие. Ну, и, к сожалению, как показывает статистика, что все-таки смертность от штамма данного ковида, в этот раз она выше. Но есть и положительная статистика. Она заключается в том, что те пациенты, которые пошли в вакцинацию, уже статистически, вот за этот период, можно четко сказать, в 22 раза, в 22 раза реже они попадают в реанимацию. Это что значит? Это, конечно, результат, это выдающийся и серьезный. И, что называется, есть что ответить тем лицам, тем людям, которые противодействуют вакцинации, что, как бы, те люди, которые вот остались на волне, что называется, первых, как бы, первых еще информаций, данных, что это какое-то новое средство, что неиспытано. Это, вот сейчас мы видим уже, что это довольно-таки уже эффективное и испытанное средство. Ну, если так можно сравнить, то можно сравнить, как вот начался в доме пожар. И те, кто понимают, что кроме того, что горит, допустим, стул, будет еще гореть и другая, там, мебель какая-то. А те, кто не понимают, они, как бы, себя чувствуют более спокойно и говорят, ну, пожалуйста, вот горит стул. Есть средства, которым тушить это. И почему медики, они уделяют особое внимание и, как бы, ну, пропагандируют или убеждают пациентов все-таки это делать, потому что другого средства нет. Пусть оно кому-то кажется неэффективным, пусть оно кому-то, оно казалось, но вначале мало проверенным и изученным. Но, когда вот будет гореть другая, вот мебель, пожар будет распространяться, будет больше. Наверное, вспомнить тех лиц, тех людей, тех лиц, те лица, которые противодействовали этому. Потому что пожар будет потом уже остановить уже намного сложнее и тяжело. И жертв будет еще больше, если так говорить прямым текстом. Не хотелось бы с пациентами бы разговаривать с точки зрения критики или людей. Ну, всякий раз это тактика или поведение или в отношении только к людям, оно кажется неправильным, неверным. Критиковать или, грубо говоря, наезжать и так далее, требовать с них чего-то, тем более. Но идет речь об убеждении. Сегодня мы работаем в тех условиях, которые абсолютно не такие, как были до этого. Сегодня вот медики и первичного звена, и стационары в частности, они испытывают перенапряжение. И простым вот людям, наверное, это не видно, но приходится вам, честно сказать, вот работать не только за себя, а за коллег, которые, к сожалению, тоже заболевают от ковидом и уходят, что называется, на какое-то время из строя. И все накладывает это в отпечаток. И ресурсов, как вот изнутри или, можно сказать, на месте уже видно, их не хватает, их очень мало. Потому что людей новых в медицине не пришло столько, сколько у нас появилась вот работы, на сколько ее появилось больше. И, конечно, я повторюсь этот вот момент, что не хотелось бы с пациентами говорить, а хотелось бы говорить с ними на волне доверия, уважения к ним и убеждения. Когда, конечно, будет уже гореть другая мебель какая-то, и будут гибнуть люди на улицах их в большем количестве, чем это происходит сейчас, они это заметят сами. Но хотелось бы, чтобы они прислушались, они все-таки к мнению медиков, тех людей, которые непосредственно это тушат и работают вот в этом вот очаге, доверились им и, в частности, сделали бы вакцину то средство, которое бы помогло бы предотвратить распространение бы этого очага, этого пожара.